В результате террористической атаки на туристов в тунисском городе Сусе достигло 39 еще 40 раненых, либо обратились за помощью к медикам. Таковы данные главы городского управления гражданской обороны, появившейся ночью на лентах информагентств. Не исключено, что сведения еще будут уточняться, в частности о том, граждане каких стран стали жертвами террориста. Россиян среди них нет, сообщается об одной раненой туристке из России. Что касается человека, который устроил бойню на пляже, то опять-таки по предварительным данным он действовал в одиночку и был убит. Личность его установлена. Это 23-летний тунисец, студент, уроженец города Кайруан, который считается самым святым городом-мусульман Магриба. Полиция предполагает, что он мог быть членом одной из экстремистских исламистских группировок. Проверяются все его контакты и все еще продолжаются поиски сообщников. Организаторы атаки вполне вероятно преследовали цель отпугнуть туристов и таким образом нанести удар по важнейшей отрасли экономики Туниса, чтобы в стране начались протесты на социальной почве. В нестабильной обстановке легче вербовать недовольных ряды радикалов. Власти Кувейта усилили миробезопасность на нефтяных и других стратегических и жизненно важных объектах после пятничного теракта. По уточненным данным, жертвами террориста стали 27 человек и 230 были ранены. Трагедия произошла во время пятничной молитвы в мечети Мама Садыка. Смертник зашел внутрь здания и привел действие взрывного устройства. Большое число жертв и пострадавших объясняется как массовым скоплением людей. В тот момент там находилось около 2000 человек. Так и тем, что в бомбе для усиления поражающего эффекта были использованы металлические шарики. За атаки в Тунисе и в Кувейте ответственность взяла террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Ранее ИГИЛ грозила сделать в месяц Рамадан месяцем бедствий. Возможно, под влиянием экстремистов-подстрекателей действовал и преступник на юго-востоке Франции. Там после пятничного инцидента на химзаводе власти объявили высший уровень террористической угрозы. Репортаж Анастасии Поповой. Кадры видеонаблюдения позволили следователям поминутно восстановить картину произошедшего. Двое мужчин, водитель и его начальник, ехали вместе в одном фургоне. Они должны были доставить груз вот на это американское химическое предприятие Air Product. Имя главного подозреваемого известно. Это 35-летний Ясин Сали. Водитель был на стажировке, как я понял. Он еще не числится на заводе полноценным сотрудником. И это все, конечно, шокирует. Уже на подъезде водитель убивает своего 45-летнего босса. Потом отрезает ему голову и решает повесить ее на заборе. Затем он въезжает на территорию предприятия. На это у него есть пропуск. И врезается в два баллона с ожиженным газом. Происходит взрыв. Вдруг раздался взрыв, и мы почувствовали, как затрясся пол. Я был на занятиях, сдавал экзамены. Мы слышали, был какой-то взрыв, а потом оказывается, что рядом с нами был теракт, обезглавленное тело. Его ранило. Он вышел из фургона и пошел к другим баллонам с газом. Там столкнулся лоб в лоб с пожарными, которые дежурили на этом заводе. Его скрутили и вызвали полицию. В квартире с Али провели обыск. Соседи в шоке. Говорят, это обычная семья. Их детям от 6 до 9 лет. Жену сейчас задержали. Правда, в квартире ничего подозрительного не нашли. В интервью французскому радио по телефону она призналась, что узнала о случившемся из прессы. Минаи шокирована произошедшим. Утром мой муж, как обычно, ушел на работу. Он разводит мелкие грузы. Ничего особенного я не заметила. Мы вообще самая обычная семья. Что подтолкнуло мужчину убить шефа и пытаться взорвать завод в священный для мусульман месяц Рамадан, остается загадкой. Испуганные работники предприятия постепенно приходят в себя. Такого здесь никто не ожидал. На территорию завода по-прежнему никого не пускают. Весь район оцеплен. Работы продолжаются. О необходимости совместно бороться с терроризмом одной из главных мировых угроз не раз говорил Евгений Примаков. Политики, ученый с мировым именем, внесший огромный вклад в становление новой России, скончался в Москве на 86-м году жизни. По распоряжению Владимира Путина создана госкомиссия по организации похорон. Руководителем назначен глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. Траурная церемония в понедельник, 29 июня. Его жизнь и решение во многом определили историю нашей страны. Всю последнюю четверть века про Евгения Максимовича Примакова говорили не иначе, как тяжеловес. Он не боялся делать резких шагов, если считал их единственно верными. Как тогда, в 99-м, когда американцы стали бомбить Югославию, он принял решение не лететь в США. И развернул самолет прямо над Атлантикой. Это стало неожиданностью для всех, кто летел тогда вместе с ним. Вышел в салон самолета, где находилась вся российская делегация, капитаны российского бизнеса, представители различных министерств и ведомств, естественно, журналисты. Он объявил об этом решение и в ответ были аплодисменты. Это было решение, которое во многом ознаменовало поворот России уже не в воздушном пространстве, а в историческом измерении. Он никогда не был человеком из чьей-то команды. Команды сами мечтали, чтобы он был с ним. Поэтому он всегда шел по своему пути. В российском МИДе с теплотой вспоминают все годы работы с Евгением Максимовичем. А его поворотный курс называют доктриной Примакова. Именно Евгений Максимович Примаков, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип многополярности, который сегодня доказывает свою безальтернативность. А сделан он этот вывод в то время, когда казалось, что наступила эпоха однополярности и когда уже закончилась история и все в мире будет двигаться в одном направлении, плыть по одному течению. Его мнением дорожил и Владимир Путин. И вот что он говорил о нем в интервью Вестям год назад. Достаточно гибкий человек. Но твердый. И это всегда придавало определенный лоск, можно сказать, его работе. Но самое главное заключается в том, что он человек действительно огромных, если не сказать энциклопедических знаний. Он действительно интеллектуал и при этом абсолютно преданный стране. Безусловно, Евгений Максимович Примаков патриот. И всю свою жизнь, теперь уже можно сказать, это без всякого преувеличения, он посвятил служению России. Рассказывают, что когда в 93-м Ельцин спросил Примакова, а правильным ли было распустить съезд народных депутатов и Верховный Совет, Примаков тогда ответил прямо – нет. И с этой же приматой он буквально по крупицам восстанавливал российскую разведку. Когда я пришел работать в разведку, то ясно было, что есть очень сильное течение у нас в стране за ликвидацию разведывательной службы. Если бы это восторжествовало линия, мы были бы разрушены совершенно. Эта глупость была потрясающая. Несмотря на жесткость позиций, он умел дружить. И с Саддамом Хусейном, и с Ясером Арафатом, и с Мадлен Олбрайт. Вот она у него в гостях после переговоров ест русские пельмени. Мы всегда были по разные стороны, но у нас всегда было безмерное уважение друг к другу. Я им восхищаюсь за его ум, сдержанность и порядочность. У нас с ним были разные взгляды на решение проблем региона. И мы не всегда сходились в оценках, но я относилась к нему с огромным уважением. В России Евгения Примакова поддерживали представителей самых разных взглядов. В 98-м он стал тем единственным премьером, который устроил всех. После объявления дефолта и отказа Думы утверждать премьером Черномырдина, Ельцин уговаривает Евгения Примакова возглавить правительство. России требовался еще один, не менее кардинальный, экономический разворот. Он мне говорит, да как вы можете отказываться? Страна на грани того, что она упадет. Экономика стоит. Парламент может быть распущен сейчас. Правительства нет. Я сказал, ну хорошо, я согласен. Евгений Максимович поставил лишь одно условие. Назначать министров и своих замов он будет сам. Так в одной с ним команде оказались и коммунист Масляков, и бывший посол в Греции Матвиенко. Я благодарна судьбе, что я работала под руководством Евгения Максимовича Примакова и в Верховном Совете СССР, и Министерстве иностранных дел, и в правительстве Российской Федерации. Поэтому не понаслышке знаю, какая это масштабная личность. Это великий государственник, это настоящий патриот, это замечательный души человек. Для меня он всегда был, если останется учителем и наставником. Он поработал в Государственной Думе, и как его не уговаривали идти в президенты, и шансы были, решил остаться над схваткой. Он 10 лет возглавлял торгово-промышленную палату. И это были лучшие годы в продвижении интересов российского бизнеса за рубежом. При этом он не переставал высказываться и потому, что происходило в мире. Вот что говорил Примаков на самой заре так называемого исламского государства, которое никогда бы так не разрослось, если бы не Вашингтон. Еще один показатель недалекости, я бы сказал, американской политики, позиции. Вот сейчас настоящими союзниками в борьбе с исламским государством могли бы быть Иран и Сирия. Они вот не идут на это. Ну а в последнее время, вспоминают его друзья, он следил за событиями, которые разворачивались на соседней Украине. Он хотел, чтобы были найдены самые искренние, самые близкие пути политического развития. Он считал, что в этом конфликте нет военного решения вопроса. Надо искать только политические пути. Политика США на Украине отношения к самой Украине имеет мало, был уверен Евгений Примаков. И эти его слова вновь и вновь подтверждаются. Политика Соединенных Штатов на Украине, она во многом основывалась на стремлении снова подчинить себе Европу. И в какой-то степени это удалось. Сейчас командуют Соединенные Штаты, Украина и Европа. А ведь именно Примаков сформулировал сегодняшний вектор. Укреплять отношения России с Индией и Китаем. И усиливающие свое влияние БРИКС, следствие в том числе его слов. Соболезнования семье и близким Евгения Примакова продолжают приходить со всего мира. Евгений Рожков, Сергей Пашков и Игорь Кожевин. Вести. Один из самых роскошных средиземноморских круизных лайнеров «Целестил Кристалл» столкнулся эту ночь с танкером. В северной части пролива Дарданелла, сообщает интернет издание «Морской бюллетень». Оба судна получили повреждения. На борту Кристалла в общей сложности более 1200 человек. Пассажиры фещенов экипажа есть пострадавшие. Насколько серьезно, пока неизвестно. Из танкера произошла утечка. Оба судна на плаву стоят на якоре вблизи полуострова Галлиполя. В Москву спецбортом МЧС доставили 15 тяжелобольных детей из Донбасса. Всем им требуется срочная, высоко квалифицированная медицинская помощь. Этим же бортом прилетела девочка из Новороссийска, которой необходима операция в Москве. Самолет в аэропорту Домодедово встречала Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. На протяжении всего конфликта на Юго-Востоке она помогла спасти жизни многим детям. Всех пациентов на машинах скорой помощи направили в московские клиники. В Салихарде открыли новое здание речного вокзала самого большого в округе. У пристани одновременно могут пришвартоваться несколько пассажирских судов разного класса. А в самом комплексе на пяти этажах предусмотрено все для комфорта пассажиров. Гостиничные номера, медпункты и зоны отдыха. Пассажиров первого рейса встречали наши коллеги с Ямала. Такого речного вокзала не сыскать во всем Уральском федеральном округе. 3200 квадратных метров полезной площади. Причал для трех теплоходов одновременно. Пять этажей небывалого для северокомфорта. Здесь даже точность башенных часов определяет интернет. От далекого села Мужи до роддома Салихарда 200 километров по воде. Семья Артеевых домой в поселок возвращается с первенцем. На метеоре под неизменное прощание славянки с самым первым рейсом. В принципе вокзал сейчас понравился, какой новый сделали. А сейчас приехал, вот жена родила, встречать приехал. Вот так выглядели речные ворота Ямальской столицы еще вчера и последние 50 лет. Теснота деревянных лавок, груды, багажа. На весь пассажиропоток, а это 80 тысяч человек за навигацию, маленькое деревянное строение без удобств. Периодически речной транспорт приходится ждать часами. Поэтому люди в новом вокзале, как один из важных пунктов, отмечают наличие комнаты отдыха. Комната довольно просторная. Здесь есть кровать, есть диван с двумя креслами. Довольно удобными. Есть большой телевизор и даже возможность попеть в караоке. На церемонии открытия символический ключ от речных ворот вручили руководству Север-Речь флота. В 10 часов утра торжественно перерезали традиционную ленту. Такого ничего не было. Допустим, кафе, зал ожидания, нормальный зал ожидания, где можно было отдохнуть. И вот я не знаю, здесь днем уходят теплоходы, а ночью, допустим, люди некуда устроиться. Объект на самом деле знаковый для Салихарда, для города и для Ямала в целом. Те, кто водой, по большому счету, живет, передвигается, нужно создавать комфортные условия. Мы максимально пытались в этом здании это сделать. В ближайшем будущем мы поменяем силовые установки и добавим вот этих вот скоростных хороших катеров для Ямала. Матушка Оперика капризная. Шторма на ней внезапные и сильные могут длиться по несколько дней. Но теперь пассажирам, застрявшим в Салихарде из-за плохой погоды, можно переждать ее со всеми удобствами. Лилия Джига, Николай Нарватов, Вести. Завершились все армейские состязания по танковому биатлону и Суворовскому натиску. Проходили они на полигоне под Волгоградом. Лучшими в натиске стали бойцы из юга России. А в эстафете на БМП первым стал экипаж восточного округа. Переходящий кубок по танковому биатлону в этом году поделили южный и восточный округа. Теперь четверке экипажа предстоит отстоять честь России на международных состязаниях в августе этого года. Среди соперников Венесуэлы и Китай.